Забайкальская зима В печурке потрескивают дрова Суровая зима кардинально меняет жизнь и уклад отдаленных деревень На центральной улице села Урлук никого И только рокот уаза нарушает внешний покой На часах 11 утра, на термометре минус 36 И романах Эвстафи после утреннего богослужения торопится в монастырь Вместе с ним бригада телевизионщиков Побывать зимой в Чикойском Иоанно-Предтечинском монастыре Давняя мечта нашей съемочной группы Видите такая шапочка, как раз мы на него едем Она чуть-чуть кревее, вот этот такой прикормчик Шапочка, видите, на самом-самом верху Наверное, на облаках, какие-то облака вот это Там вот крест стоит Обилие снега впечатляет Он плотным слоем укутал труднопроходимую дорогу Хотя комфортнее она не стала От водителя требуется особое внимание И навык вождения по заснеженной горной колее Для батюшки это дело привычное Каждый день он преодолевает путь Длиною в 11 километров за рулем УАЗа Впереди уже видны постройки монастыря Судя по всему, жизнь здесь не замирает Неравнодушные люди помогают, чем могут Местный житель Александр благоустраивает баньку Что-то прикручивает, привинчивает А вот еще один новый объект Построенный пару месяцев назад Это трапезная, где можно будет готовить пищу зимой и летом Осенью прошлого года, когда мы снимали очередной сюжет о монастыре Отец Австафий рассказал нам об уникальной находке Обнаруженной на самой верхней точке монастырской земли Это был поклонный крест Возможно, устанавливал его около двухсот лет назад Сам преподобный Варлам Чикойский Теперь он находится в Урлуке В храме святого пророка Илии А на вершине совсем недавно установили новый поклонный крест Туда мы и отправились Все той же компанией Во главе с опытным четвероногим проводником по кличке Бим Бим, Бим, Бим При морозе и ветре подняться на высоту тысячи метров Чутью триста метров не так уж и легко Поэтому слабые духом сошлись с дистанцией Остальные благополучно добрались до вершины Тяжеловато подниматься? Не, мне кажется, даже легче, чем летом Намного Вот речок какой-то такой интересный Летом помните нас, как мухота доставала? А, да, гнус такой был А здесь не мух, ничего, идешь Пить не охота Не жарко Самое главное, одеться так средним, чтобы не тяжело было, не жарко А так хорошо Свежо По словам батюшки, новый поклонный крест при установке не доставил никаких хлопот Ничего не разбиралось, не изменялось Сохранилось, как все Камни, как на фон покрытых Так и остались с тех времен еще Дай бог, еще простоит, может, где-то, что, дай бог, да? В трубе-то оно тоже должно стоять Можно туда подливать Какое-нибудь масло, олифы в трубу И вообще будет Каждый год раз туда чем-нибудь заливать антисептик Ну, вообще не будет Только верх, если будет поднимать Ну, его постоянно подкрашивать Кресту Твоему поклоняемся, Владыка И святое воскресенье Твое Можи Спаси, Господи, люди Твоя Не благослови достояние Твое А беды православных христианам На сопротивные дары я И Твое сохраняя крестом Твоим жительством Твое сохраняя крестом Твоим жительством Обратный путь занял гораздо меньше времени Минут двадцать И вот он, монастырь Вот этот вот быт, который, да? Это, на самом деле, это быт Только не где-то в цивилизованном месте И к этому тоже надо привыкать В гостеприимной келье уже готов горячий чай Управляет здесь хозяйством трудник Николай В монастырском подворье он живет несколько месяцев Приехал сюда из Москвы Говорит, у каждого своя дорога к Богу Казалось бы, зима Холод Морозы такие, да? Но которых нет, допустим, в Москве Откуда, собственно говоря, я приехал Как-то это все здесь на уровне не сказки А это какая-то мечта Первая ночь-две, конечно, это совершенно новые ощущения, да? Разные искушения Какой-то такой наивный страшок был Ну, а когда уже пришло понимание того, что это самое безопасное место ночью Где можно просто совершенно спокойно, да? Не закрывая двери, ложиться и спать Николай уверен, что совсем скоро монастырь заживет полноценной монашеской жизнью Хотя трудностей еще много Но благодаря поддержке простых людей И невероятным усилиям иеромонаха Евстафия Все получится Появился человек, которого послал Господь Бог, да? И уже сложилось такое впечатление, мнение об отце Евстафии Что вот этот батюшка сделает Даже ценой жизни своей Этот человек очень сильный Духом И физически, несмотря на свой возраст У меня тоже какая-то уверенность, да? Через отца Евстафия Появилась такая, что монастырь здесь будет Однозначно Трудно представить монастырь без колокольного звона Еще два года назад вместо колокола Отец Евстафии звонил, используя часть кислородного баллона Сегодня Над монастырем Разливается звон Пусть не больших Но уже настоящих колоколов Давайте Спасибо Господи С Божьей помощью, Божьей милостью Нам пожертвовали три колокола Мужины фермеры Это с села Альбитуй Чем были богаты, тем и рады Что первоначально Такая, как говорится, Москва не сразу строилась Звонится тоже, думаю, дай Бог пусть строится С малого, но с миру по ниткой Но слава Богу Такое вот Начало есть уже три колокола Которые дают нам радость Колокольного звона Монастырского же звона такого После того, как в новом храме монастыря достроят колокольню По проекту она будет оснащена десятью колоколами Самый большой из них весом в пятьсот килограммов На вопрос, когда же это случится Иеромонах Евстафий ответил На все воля Божья Главное верить Главное верить Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok